всем добрый день всем доброго времени дня или ночи или вечера я не уверена что у вас сейчас у нас сейчас день и утро я сегодня не снимаю ни дома я нахожусь в гостинице сейчас мы поехали на выходные на север то есть два с половиной часа везде от торонто на север кататься на лыжах и сегодня будет такое разговорное видео я хотела поговорить о канаде о стране где мы живем рассказать как мы сюда приехали как мы здесь живем я очень люблю эту страну мы живем здесь давно и я немножко знаю как бы об этой стране мы здесь прошли тоже многое пока мы нашли себя пока мы нашли работу пока мы это устроили здесь купили дом и так далее это было непросто это было не легко я вам сразу могу сказать как я думаю любая иммиграция любого человека в любую страну никогда не бывает просто легко ну за некоторым исключением у некоторых людей конечно бывает все складывается сразу быстро очень удачно ну в общем у кого как у некоторых вообще не складывается никогда я все снимать и мне было столько мыслей столько идей как конечно они все тут же увлекут через как только я включила камеру я постараюсь собрать их назад и рассказать вам приехали сюда по программе skills immigrants называется то есть программа по которой люди приезжают по баллам они набирают баллы которые значит посольством подали документы и значит нужно было написать какая у нас специальность работаем ли мы по специальности сколько лет какой у нас экспиренс опыт работы сколько лет сколько нам лет сколько у нас детей это все каждый каждый ответ на каждый вопрос имеет определенное количество баллов то есть канада принимает к себе людей в которых она заинтересована людей у которых есть определенные специальности людей которые могут здесь найти работу и устроиться на работу как себя представляет это правительство наше канадское канада предпочитает людей не слишком молодых и не слишком старых там по-моему самый высокий балл давался за возраст 35 плюс то есть человек уже который имеет семью количество детей кстати имеет значение чем больше детей тем лучше если у вас прямые родственники в канаде это тоже забавляло баллов у нас прямых родственников нету также нужно было сдать экзамен по английскому языку этот экзамен называется IELTS там нужно было набрать определенное количество баллов экзамен состоит из четырех пунктов устные письменные интервью с представителя посольства то есть показать что вы умеете говорить по-английски на слух нужно было послушать там какой-то отрывок и ответить на вопросы не помню точно сколько надо набрать баллов ну в общем я один человек в семье должен был сдать этот экзамен я сдала этот экзамен и у вас должна быть определенная сумма денег на счету то есть приедет в канаду и не найдя сразу работу вам должно хватить денег на по моему жизнь в течение полугода какой там был расчет сколько количество денег у вас должно быть на каждого члена семьи чтобы вы приехали в канаду не сели государство на шею и не стали не сели на пособие и вам не нужно было ничего платить и государство не должно было брать как бы заботиться о вас я считаю что это очень правильно хорошая система государство берет к себе разрешает въехать людям которые имеют определенные специальности которые могут здесь устроиться на работу государство заботится о том что ему не надо будет вас содержать а вы сможете сами себя содержать если вы сразу не найдете работу и в принципе ну как бы да я считаю что это разумно правильно и есть в этом какой-то смысл устройство на работу нам было достаточно сложно у нас технические специальности у обоих поменяем уже что в принципе считается достаточно хорошими специальностями для устройства на работу ну вы должны понимать что если вы учите русского языка географ историк и так далее здесь это ну при всем уважении к людям гуманитариям в какой стране когда вы переезжаете эмигрируете страну в страну а гуманитарные специальности не в ходу значит вы должны думать о том что вы либо должны переучиться находясь в своей стране либо вы должны понимать что вы приедете сюда и вы должны взять какие-то курсы или постараться научиться чему-то что вам поможет найти работу в этой стране а технические специальности знаете как инженеры на вафрике инженеры программисты на вафрике программисты он как бы понимаете там где не нужно сильное знание хорошее знание языка под хорошим знанием языка у меня было хорошее знание английского когда я приехала в канаду и оно помогло мне устроиться на работу но на техническую я техна я инженер на техническую работу где я сижу целый день перед компьютером и что-то делаю на компьютере чертежи и так далее но от меня не требуется знание хорошего литературного английского что я могу встать там перед студентами например и начать им читать лекции понимаете о чем я говорю я благодарна своей судьбе что так сказать я закончила политехнический институт свое время получила хорошую техническую специальность которая в принципе помогает мне устроиться в любой стране дело в том что в канаду мы жили в израиле много лет из советского союза мы уехали в 92 году и мы уехали в израиль мы много лет прожили в израиле потом мы переехали в канаду и но это другая история я потом обязательно расскажу про израиль и сравнение израиля с канадой но сегодня мы говорим о канаде поэтому сейчас речь идет о канаде но я вам должна сказать что мое образование помогло мне найти хорошую работу в израиле помогло мне найти привычную работу в канаде ситуация с миграции о том как мы приехали в канаду я рассказываю сейчас мы приехали из израиля и это был 2008 год а подали мы документы в 2006 это длился течение процесс длился два года и это то что было тогда я честно говоря не знаю потому что иммиграционные правила меняются достаточно часто и канада в том числе меняет иммиграционные правила чуть ли не каждый год о том как это все происходит сегодня и нужно сделать чтобы уехать иммигрировать в канаду сегодня я честно говоря не знаю говорю вот о том что было с нами мы приехали в канаду был страшный кризис разразился тогда в 2008 году найти работу было практически невозможно и мы если честно я и мой муж мы оба пошли работать на неквалифицированные работы просто потому что нам надо было что-то жить и кормить наших детей и нужна была квартира нужна была еда и так далее и был как бы что называется не до жиру не до выбору и мы пошли работать абсолютно на работы которые совершенно не соответствовали нашей специальности низкооплачиваемые тяжелые работы и это продолжалось наверное еще не было до полутора два мы вот так вот работали пока кризис не закончился и ситуация с работой стране немножко улучшилась и мы тогда оба может немножко раньше я позже устроились на работу по нашей специальности профессиональный джо совсем другой зарплаты с другими условиями и так далее но к чему я это веду я хочу сказать что когда вы переезжаете из страны в страну вы должны понимать что вы должны быть готовы к тому что вы согласны пойти на любую вот серьезно абсолютно на любую работу вы должны снять себя вашу корону и спрятать его куда-нибудь подальше под кровать и понять что вы здесь никому не нужны и вас здесь никто не ждет вас вам разрешили приехать сюда вам дали возможность приехать сюда и все и все и никто не не должен о вас заботиться и никто не должен думать о том чем вы будете кормить своих детей это абсолютно ваша обязанность и ваша забота она бесплатная медицина то есть абсолютно бесплатная то есть вы по крайней мере когда вы приезжаете в канаду например в отличие от штатов где нет бесплатной медицины и ваша медицина связана с вашей работой то есть если у вас нет работы у вас либо вы платите сумасшедшие деньги за то что вы купите медицинскую страховку либо вы не имеете ее вообще в канаде нет такого в канаде бесплатная медицина вы приезжаете через три месяца вам в стране вам дают медицинскую карточку вы можете пойти абсолютно к любому врачу лечь в больницу делать самые сложные тяжелые операции не дай бог никому тоже это отдельная тема медицина знаете медицина бесплатная и как все бесплатная это не идеальная медицина хотя конечно уровень медицины в канаде очень хороший здесь есть очень много недостатков связанных с тем что это государственная служба медицина находится на попечении государством ну и как вы понимаете все что государственное и как бы бесплатное оно все знаете очень много бюрократии очень много не очень продуманных вещей но при для того чтобы попасть к врачу-специалисту вы должны сначала пойти к своему семейному врачу-терапевту и он решит нужно ли вам идти к специалисту или нет то есть если он считает что у вас с сердцем например или там с печенкой или так далее все в порядке он не отправит вас к специалисту и вы к нему не попадете никак но врачи знаете тоже такое дело они могут ошибаться и не все они все знают то есть он будет стараться пытаться лечить вас своими способами своими методами может быть не очень успешно и зачастую вы просто теряете свое время пока вас лечит врач который не специализируется на какой-то определенной болезни и очень часто не то есть часто не может ее определить и диагностировать то есть если у вас такой врач если вам повезло и вас врач который вас при любого любых симптомов допустим вы говорите что у вас там здесь что-то жмёт в груди и так далее и он сразу вас отправляет к кардиологу которому чтобы попасть вы должны будете ждать очереди может быть несколько месяцев если вам повезет и вы не умрете по дороге то вы попадете к врачу-кардиологу а есть врачи семейные которые считают что они все знают и они будут пытаться лечить вас сами таким образом в общем тоже могут вас угробить по дороге пока дело дойдет до специалисты до больницы и так далее в общем очень часто люди здесь не доверяют своему семейному врачу и если семейный врач не посылает их к специалисту они просто идут в больницу они идут в больницу они приходят и говорят мне болезнь и болит там больницы им делают полное обследование они сначала сидят в emergency room где-то примерно 5-6-7-8 часов ждут пока до не зайдет очередь то есть это то еще удовольствие но по крайней мере стопроцентно надежно что если у вас есть какая-то проблема с вашим здоровьем то у вас вас ее найдут и и вас как бы вылечат вас вам сделать полное обследование вас национальность крови сделать все рентгены и так далее и в общем по крайней мере вы сможете быть уверены что с вами все в порядке и вас отпустят домой или начнут лечить в зависимости от того вот но медицина бесплатная то есть вы не должны ничего платить вы ее получаете сразу по приезде в Канаду что касается нахождения работы ну как я уже говорила у вас должна быть какая-то определенная специальность которая да здесь востребованная нужна если у вас ее нет вы должны понимать что вы должны ее получить если вы должны переучиться возраст вы знаете я вам хочу сказать что мы приехали в Канаду когда нам было за 40 уже и и мы нашли работу то есть я не могу сказать что у человека которому там 35 40 плюс лет нет никакого шанса здесь устроиться на работу абсолютно есть это абсолютно больше того я вам больше скажу что они даже я бы сказала что они даже любят людей которые не совсем еще не совсем молодые очень трудно устроиться на работу человека который сразу после университета если он закончил университет и он пытается найти молодой человек найти работу ему очень тяжело потому что у него нет опыта работы и для местных работодателей это большой минус то есть человек который свеженький после университета не является очень привлекательным работников для работодателя поскольку поскольку он не имеет опыта работы и плюс очень важно что он еще не имеет референс то есть никто не может никто он никогда ни с кем не работал и никто не может сказать что этот человек хороший работник он будет дисциплинирован он будет хорошо работать не будет балду гонять на работе он не будет опаздывать он не будет устраивать проблемы он не будет склоки со своими сослуживцами вот это тоже кстати проблема для иммигранта человека который приезжает в страну и у него никогда не было здесь работы его никто не знает в канаде как работника ему тяжело устроиться на работу потому что никто не может дать за него референс это то есть поручиться что этот человек будет хорошо работать и не будет вам делать проблемы но тем не менее канадские работодатели берут шанс и берут на работу иммигрантов вот я например работаю в инженерном отделе большой большой компании автомобильной компании промышленность тяжелое машиностроение вот так скажем да пытаюсь перевести на русский язык и у нас в инженерном отделе очень много иммигрантов то есть люди из китая люди из восточной европы в общем потому что их берут на работу потому что у них хорошее образование у них хорошее хорошее знание техническое инженерии так сказать у них не очень хороший английский но это особенно никому не важно потому что человек сидит возле компьютера и рисует чертежи как бы никому абсолютно не не нужен его перфект то есть он должен уметь общаться с своим начальством он должен он должен знать английский до такой степени чтобы он понял что от него хотят и объяснить что он хочет но не более того то есть это достаточно басистный такой английский который в принципе очень многие люди знают мы приехали в канаду наши дети были маленькие еще они абсолютно не знали английского это было нелегко то есть вот идея о том что маленьких детей привести в другую страну им легко в любой стране это неправда потому что они же тоже люди они переживают они лишились своей среды они лишились своих друзей они пошли в школу где все говорят на языке который они не знают и для них это травма безусловная но в отличие от взрослых людей дети получившие травмы очень быстро эту травму переживается очень быстро ее как бы справляются с ней они очень быстро конечно получили за полгода они говорили по-английски и забыли все остальные языки которые они знали до этого и они нашли друзей все было нормально но первые несколько недель наверное может быть месяцев когда мой старший сын бэм который вы видели который сейчас уже на две головы выше меня он был только маленьким мальчиком ему было 7 лет он приходил со школы и плакал течение двух недель каждый день я готов была это мое сердце было разбито потому что как бы мы привезли их сюда в эту страну мы лишили их друзей их среды и теперь вот мой ребенок приходит домой каждый день и плачет и страдает я я как бы являюсь причиной его страданий потому что он плачет благодаря тому что я моим шагам которые я сделала я привезла его сюда и вот он теперь страдает это ужасно вы должны быть к этому готовы вы должны понимать что что вот это вот все надо будет пережить у кого-то это берет больше времени у кого-то меньше он плакал две недели потом перестал плакать потом он просто вот как бы тихо страдал какое-то время но он быстро вошел в эту жизнь то есть вот отличие дети от взрослых отличается тем что они и по верхам не надо искать работу и не надо думать о том чем кормить свою семью и для них меньше стресс безусловно но нельзя сказать что для детей переезд из страны в страну является абсолютно безболезненным и для них это абсолютно им это абсолютно легко ну в общем вот такое видео у меня получилось какое-то немножко сумбурное я понимаю что я что-то пыталась рассказать я пыталась как-то сделать его интересным чтобы вам было интересно и не скучно ну по-моему у меня уже получилось ну как получилось и я конечно вернусь еще к этой теме обязательно к теме иммиграции к теме Канады потому что эта тема очень меня не то чтобы волнует но мне интересно рассказать про страну где я живу поскольку я Канаду люблю очень и очень считаю что я что-то могу про это рассказать ну вот сейчас то что есть обязательно расскажу вам про Израиль обязательно расскажу вам как мы переезжали наверное если кому-то это интересно но вы знаете что я подумала вы мне напишите в комментариях под видео что бы вы хотели чтобы я рассказала потому что я могу очень много чего рассказать но просто у меня как-то мысли не путаются я хочу еще сделать такое видео что мне не нравится в Канаде то что мне нравится в Канаде или не нравится в Канаде потому что есть вещи которые мне не нравятся в Канаде и их не так мало ну как любая страна Канада такая же страна где свои минусы свои плюсы здесь есть очень много хорошего не очень много плохого но есть и я обязательно сделаю отдельные видео потому что оно уже такое длинное у меня получилось что по-моему уже я не знаю если кто-то вообще досмотрит до этого момента если вы досмотрите до этого момента обязательно напишите мне в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я вам рассказала, потому что мне будет так легче, как бы, определенно искать темы и рассказывать какие-то вещи, которые, да, вам интересны, а не просто какое-то вот это блабло моё, которое, может быть, и никому не интересно совсем. Я вам желаю всего самого наилучшего и доброго, увидимся в следующем видео, пока-пока.